Сегодня мы поговорим немножко с вами про 29-ю страницу трактата Гитин. И опять тут много технических деталей, и мало что было бы, что может для среднего человека относиться в повседневной жизни. Попробую хотя бы мишины перевести. Здесь одна мишина на одной странице, другая на другой. Как я уже говорил, наши уроки здесь это не замена изучения дофьеми. Но для тех, кто все равно изучать весь трактат не будет, хотя бы мы как бы идем вместе с дофьеми циклом, более не менее пытаемся хотя бы в общих чертах рассказать страницы. И иногда какие-то интересные, если есть что-то, что можно как-то применить, или какие-то интересные агады, то там я более делаю уроки длинными. Итак, первая мишина на странице Кафте Тамудалов, что человек, который приносит гет из другой страны, вернее, наша мишина, когда он приносит в той же стране, то есть внутри земли Израиля, он гет несет из одного места в другое. Если вы помните, в самом начале трактата обсуждалось, что если гет привезли с другой страны, нужно, чтобы он сказал ли фанайник Таввин и фанайник Там, что не просто послание гета, но он видел, как этот гет записали и запечатали, то есть подписали. А вот если из земли Израиля из одного города в другой послали гет, то это не требуется. Поэтому вот эти две мишины обсуждают в случае, когда человек заболел и посылают другого человека вместо себя, что делать. Значит, в первом случае, когда он внутри земли Израиля несет гет, поэтому никаких свидетельств от него не требуется, только принести сам гет, если он заболел, то он просто посылает другого человека. Но если тот, кто его послал с гетом, сказал ему так же, чтобы он что-то получил от его жены, возьми у нее что-то, как в 12 стульях забрать стул, забери у моей жены стул, а ей веровлючи гет. Тогда невозможно это делать через другого посланника, потому что есть такая концепция, что в финансовых вопросах человек может сказать, я не хочу, чтобы то, что я дал на хранение или то, что я даю на использование, допустим, на прокат, попало в другие руки. Я только доверяю этому человеку. Это общий принцип, что если я, например, дал вам что-то на использование, вы у меня заняли какую-то вещь, взяли на прокат и даже платите мне деньги, то вы не можете без моего разрешения отдавать эту вещь другому пользоваться. И также если на хранение я дал кому-то, то я ожидаю, что он будет это охранять, а не давать кому-то третьему, потому что я не знаю про этого третьего, насколько на него можно полагаться, насколько он будет хороший сторож. Поэтому если от этого посланника требовалось также принести что-то назад, то тогда он уже не может другого послать вместо себя. И тому здесь обсуждают, в каких случаях это даже БДФ, МИАКЕВ, то есть после факта даже, если другой человек в результате был посланником или не сделал то, что от него просили. Бывает, что сам ГЕД ставится под вопрос. То есть, например, когда муж посылал посланника, он сказал ему, что дашь ей ГЕД вручишь, когда она отдаст тебе стул. Да, то тогда получается, что это ГЕД с условием, что он стул назад получит. Поэтому даже если он в результате сделал все наоборот, то есть он сначала отдал ГЕД, а потом взял стул, то может и ГЕД после этого станет некошерным. Но детали, как я сказал, с нюансов всего это уже уходит в рамки нашего урока. В каких случаях ГЕД после факта может быть некошерный или кошерный, но по крайней мере для отхила нельзя менять ничего в условиях и в финансовых вопросах нельзя вручать другим людям то, что попросили принести конкретного человека. Теперь вторая миша на стране Амудбет, на Кафтет Амудбет, говорит о случае, когда ГЕД был послан из другой страны. Тут у нас уже большая проблема. Если посланник заболел, то как он может сказать другому, передать ему как бы свою информацию, которую он должен был сказать, что передо мной был написан и запечатан, то есть подписан этот ГЕД. Другой-то посланник не сможет за него это сказать. Так вот это делается вот каким образом, что это делается через Бейдин, что тот посланник, который заболел, допустим, он в каком-то городе в промежуточном находится, и он болеет, и он хочет послать ГЕД дальше, следуя с другим человеком, то он приходит в Бейдин этого города, или они приходят к нему, если он лежит, например, и он говорит перед ними Бефанай нихтаву, Бефанай нихтам. Он перед этим Бейдином говорит, что ГЕД был записан и запечатан передо мной. А уже Бейдин делает нового посланника, которому не нужно говорить ничего, только то, что он посланник Бейдина. В смысле, раз он посланник Бейдина, то Бейдин все сделал правильно. Поэтому раз Бейдин уже принял свидетельство этого первого посланника, то больше ничего не требуется. Второй просто приходит с этим ГЕДом и говорит, я посланник Бейдина. Вот и вся процедура. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.